всем доброго времени суток это такой небольшой экспромтовый дополнительный выпуск просто и я сейчас сейчас совершенно случайно нашел и довольно интересную вещь которую можно было бы вставить в оригинальный обзор но уже слишком поздно речь пойдет сегодня про райзов да робот только не совсем про саму игру про саму игру я уже давным-давно обзор делал скажем так игра была спорный мягко скажем но суть не в этом в некоторых различных ее портах а был у нее портов до хрена было скажем так довольно серьезное различие в музыке сегодня собственно об этом речи пойдет наверное сделаю это что-то вроде дополнительного экстра выпуска альманаха как помните я делал различные сравнения музыкальных композиций из различных портов только здесь это будет скажем так несколько по-другому изначально как бы изначально насколько я помню оригинальная rise of the robot сделалась для компьютеров вроде амиги потому что они тогда были технологически наиболее прорывными все таки игра вышла еще до всяких playstation вот но из-за ограниченности определенной этой самой миги качестве вот поговорим о звуке в частности там нельзя было сделать так чтобы и звуковые эффекты были и музыка одновременно из-за чего музыки там было с гулькин хрен извиняюсь за выражение но при этом как бы этот аспект тоже хайпился если вы как как вы помните по обзору вот причем они хвастались тем что они пригласили самого брайана мэя это которые гитарист из queen вот но потом выяснилось что они взяли у него всего лишь одну композицию the dark которая играет в интро и все больше там ничего не было последующих портах и ревизиях местами добавляли еще одного и у его композицию resurrection но она как правило играла в титрах и все собственно в качестве вот примера давайте немножечко по послушаем музыку из оригинального амиго релиза вот это тот самый вступительный риф и из этой самой композиции the dark как который играет в основном меню но помимо этого есть в игре еще одна композиция да в игре всего две композиции и это композиции собственно из титров дальше я думаю не имеет смысла всю композицию слушать я думаю вы поняли как вы слышите по качеству и по исполнению в принципе композитор которого они нашли умудрялся сделать действительно интересные вещи даже я человек который предпочитает первую очередь рок музыку во всех исполнениях это может оценить качество хорошего техно исполнения вот но проблема опять же в том что это две единственные композиции во всей игре в амиго версии к сожалению больше туда либо не влезло либо в опять же из-за технических возможностей нельзя одновременно в геймплее там и музыку и звуки одновременно было делать либо можно было но при этом как-то их ограничивает насколько я понимаю это связано с использованием звуковых каналов то есть они используют одни и те же каналы поэтому друг друга пересекались то есть ли либо музыка бы отключалась постоянно либо ты звуковых эффектов часть просто бы тупо потерял вот как я сказал портов было тьма тьмуще и в большинстве случаев порты как раз были вот именно что вот за основу брали 7 именно ами амижная версия и как я уже сказал по большей части там нового ничего не при не преподносилось или же преподносилось с несколькими изменениями например вот самый очевидный вариант это порт на ms-dos то есть с одного компа на другой здесь также есть то самое пресловутое the dark интро естественно да я за это запустил ран естественно здесь есть своя тема для концовки но как это ни странно это совершенно другая композиция и да кто знает музыку из rise of the robos возможно это и узнал это тема второго врага строитель который на рангу танка на робота рангу танка покушали гориллу что весьма странно что в соответствии это соответствие намекает на на мысль том что композитор который изначально работал над игрой написал музыку сразу для всей игры но потом из-за определенных возможностей в часть частности амиги опять же амижная версия была оригинальной из-за вот этих вот ограничений они весь этот саундтрек нахер выкинули до поры до времени и к сожалению опять же таки большинство версий большинство портов брала амигу за в качестве основы то есть в мс-дос как видите тоже опять всего лишь две композиции было на аркадах на аркадном релизе как точнее релиза то не было но был аркадный прототип вот они собирались аркадную версию сделать там тоже всего лишь две композиции это вступление тот самый the dark и в качестве альтернативы там еще играла в тот самый резурекшна который я упоминал я дальше проигрывать не буду потому что тут же ютубовская система это все распознает но если вы слушаете брайана мая вы тут же это узнаете вот то есть тут тоже всего лишь две композиции в самом бою ни черта не слыхать как я уже сказал портов то было полно но всякие геймбой геймгир и естественно брать не буду потому что там все ужата перелопачен до чертей но возникает вопрос а почему например на 3do такого нет на 3do музыки нет как таковой вообще там есть только заранее записанные ролики со своими собственными композициями ну когда робот выходит там когда ты его побеждаешь и так далее и тому подобное в результате у нас остается казалось бы всего лишь две версии для дженесис слэш мега драйв и для супер нинтендо и если вы слушали музыку в обоих версиях вы прекрасно знаете что версия для супер нинтендо гораздо лучше звучит хотя по идее звучат одни и те же мелодии качестве примера давайте возьмем вот тут же тему билдера этого самого робота горилла орангутанга кто бы он там ни был вот так она звучит на мега драйв а и Субтитры создавал DimaTorzok Дальше, думаю, нет смысла дальше проигрывать То есть, как вы понимаете, как вы слышали, скажем так, не очень-то приятно на слух ложиться В конце концов, мы знаем, что мегадрайвовский звуковой чип может выдавать гораздо лучше Че они здесь облажались, не совсем понятно Еще напоследок хотелось бы отметить, что в мегадрайвовской версии почему-то поменяли местами темы лоудера и милитари робота Это первого и четвертого, соответственно Не совсем понимаю почему, но как факт просто примите А теперь, собственно, послушайте, давайте тему билдера, но в варианте для SNES Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это то, что я внезапно сейчас нашел еще одну версию Точнее, саму-то версию я знал о ней существовании Но я не знал, что там такая офигенно качественная музыка Это внезапно Philips CD-i Да, та самая CD-i, на которой нет нормальных игр В основном все сплошное говно, и это то самое CD-i, где вышли те самые три уебищные Зельды и Отель Mario Когда я делал ролик по основному Rise of the Robots К аккумулятору CD-i я прикасался крайне посредственно Она, по-моему, вообще толком не эмулируется нормально Естественно, тамошнюю музыку я послушать не мог И вот сейчас я вдруг, честно случайно совершенно Наткнулся на ее музыкальный рип этой игры Проблема вся в том, что я даже просто не думал, что там есть какая-то своя уникальная музыка Потому что было написано, что CD-i релиз практически слизан полностью с 3DO Я думал, что и музыка там тоже будет слизана Но нет, там оказывается композиции, которые вы сейчас только что слышали То есть оригинальные, которые были написаны для оригинального, видимо, амижного релиза Но самый актунг в том, что это аранжированные ремиксы Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот что называется... это... The more you know Вот совершенно неожиданно было И если бы не этот рип, я бы даже не знал о том, что такая музыка может быть Вот казалось бы, знаменитый, в кавычках, Philips CD-i Однако же у него оказалась, по сути, самая лучшая версия игры Конечно, в неё хер поиграешь Вообще, было бы желание, конечно, в это говно играть Но всё же Собственно, и в этом суть сегодняшнего небольшого такого ролика Это... я думаю, все знают прекрасно, что Rise of the Robots-то говно игра Но отдать надо должное Композитор, кто бы он ни был, или композиторы Постарались на славу Композиции там очень хорошие, интересные И я настоятельно рекомендую вам отыскать Эти самые вариации различные Этого самого саундтрека Особенно CD-i версии В частности, сейчас я нашёл её на сайте, на котором я практически всегда беру музыку Я оставлю ссылку на неё в описании Просто введите там в поисковике Rise of the Robots И найдёте как раз все вариации этих саундтреков Там их можно тоже и скачать, если вам понравится Настоятельно рекомендую ознакомиться Отличная музыка Спасибо за просмотр!